Всем привет! Сегодня мы узнаем, как подключить несколько устройств к одному Stable Diffusion в домашней сети. При этом все устройства будут подключаться к одному компьютеру, на котором установлен Stable Diffusion. Работа по генерации будет происходить поочередно, в порядке очереди. Если один из пользователей будет менять модель, то модель будет меняться у всех пользователей сети, так как все пользователи привязаны к одному компьютеру. То же самое произойдет, если изменить настройки Stable Diffusion. Зайдем в папку с приложением и правой клавишей щелкнем по файлу веби юзабет и выберем изменить. Допишем фразу тире-листн и нажмем сохранить. Теперь запустим Stable Diffusion. Давайте узнаем наш локальный IP-адрес. Для этого откроем PowerShell следующим образом. Нажмем по кнопке поиск и введем PowerShell и выберем приложение. Теперь введем команду ipconfig и нажмем Enter. В разделе Adapter Ethernet найдите свой локальный IP. Теперь на любом устройстве в домашней сети вы можете открыть браузер и ввести IP-адрес, и через двоеточие ввести порт 7860. Причем устройство домашней сети может быть любое. Планшет, смартфон, другой компьютер. Введем запрос и нажмем Gen8. Генерация работает. Теперь давайте попробуем запустить генерацию на двух устройствах одновременно. Посмотрим в какой последовательности будет происходить генерация. На одном устройстве введем запрос Amen. На другом устройстве введем запрос Adoc и нажмем Gen8 на одном устройстве и затем на другом. Посмотрим командную строку и увидим, что генерация началась сначала на первом устройстве, а уже потом на другом. При работе с командой Listen есть один нюанс. Если вы захотите установить расширение или обновить старые расширения, то у вас ничего не получится, так как подключен тег Listen. Для того чтобы работать с расширениями необходимо отредактировать файл вебе UserBet, убрав оттуда фразу тире, тире Listen. И заново запустить StableDiffusion. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Это будет катализатором для выпуска новых роликов.